Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран пытается рассмешить Мирана, держа Мирана на руках. Все обрели покой. Баран говорит Дилану, что теперь нас ждут лучшие дни, мы только начинаем. Ферат, они им говорят, что это за романтика, ты забыл моего племянника, отдай его мне, они мило припираются. Дилан и Гуль наблюдают за ними и говорят, что им интересно, каким будет дядя Баран и каким отцом будет Ферат. Когда госпожа Азади намекает, что она рада видеть ситуацию Барана и Ферата, господин Кудрет говорит, что они проживают свое потерянное детство. Госпожа Азади согласна с геном Кудретом, говоря, у меня нет языка, чтобы говорить, и именно то, что вы сказали, является правильным словом. Как ребенок, Ферат жалуется отцу, что Баран не отдает мне своего племянника. Дилан спрашивает, утомляет ли вся эта суета госпожу Азади. Затем, когда Ферат отказывается от захвата Мирана, а Дилан говорит, мой сын разорен из-за вашего конфликта, позвольте мне забрать его, Баран тоже не дает ему это, и они улыбаются друг другу. Ясмин надевает свадебное платье и проводит последнюю репетицию. В тот момент, когда приходит Харун, Цеврии накрывает перед ним покрывало, чтобы он не мог видеть Ясмин. Пока Баран где-то разговаривает по телефону, Дилан спешит положить трубку, когда он подходит к нему. Даже если Дилан спросит, Баран не хочет менять тему и рассказывать, что произошло. Пока Харун и Цеврии сидят и рассказывают о волнениях, связанных со свадьбой, им занят из места, где они проведут свадьбу, и предлагают отменить свадьбу, поскольку в месте, где они проведут свадьбу, произошел пожар. Эта ситуация очень деморализует Харуна. Дилан и Баран оставляют Мирана Гюлю и Ферату и, прогуливаясь по саду, рассказывают о том, как началась их любовь. Когда они говорят, что им тогда пришлось нелегко, Баран берет на себя вину, говоря, что это из-за меня. Когда Баран говорит, что я так долго оставлял тебя одного, Дилан говорит, что я был не один, иногда был кудрет баба, иногда дядя Ахмед, они были единственными, кто меня понимал в то время. Баран говорит, в то время я иногда смотрел на тебя, как на картину, но чувство мести было доминирующим. Дилан говорит, что в то время у нас были хорошие воспоминания, и говорит, что мы были двумя ранеными сердцами, которые начали любить друг друга, даже не осознавая этого. Когда Баран думает о тех днях, он лучше понимает ценность этого момента, говорит он и обнимает Дилан. Когда Дилан говорит, этот особняк, этот сад отныне всегда будут наполнены нашими прекрасными воспоминаниями, мой дорогой, мой любимый, Баран говорит, так будет всегда, мой дорогой, и они берут его под свою опеку. Поднимите руку и войдите внутрь. Пока Акив хочет допросить Хасана, Хасан дает противоречивые ответы и не хочет с ним иметь дело. Харон и Джефдит отправляются искать другое решение для свадьбы, но, к сожалению, не могут найти решение. Когда эта ситуация очень расстраивает Ясмин, Севрии звонит и говорит, дай мне позвонить Дилану. Тем временем Дилан требует от него узнать, какой сюрприз приготовил на завтра Баран. Пока Джеврии разговаривает с Диланом, приходит Феррат и говорит, что Хасан не принимает обвинений. Дилан настаивает на том, чтобы Севрии провела свадьбу в особняке и говорит, что мы подготовим для свадьбы особняк. Ясмины этому очень рады. Дилан говорит Барану, я кое-что сделал, не спрашивая тебя. Жители особняка строят планы на свадьбу и обсуждают, что надеть. Они приятно общаются и мирно едят всей семьей. Когда госпожа Азади сказала, что ей хотелось бы, чтобы Джихан был с ней, Феррат немедленно сделал семейное селфи и сфотографировался, сказав, что мы должны отправить это ей. Когда Джевдит удивляет Севрии, покупает билет, чтобы вместе поехать в Германию и рассказывает ей об этом, Севрии от радости прыгает ему на шею и обнимает его. Когда Дилан усыпляет Мирана и приходит к ним, она спрашивает, отправили ли вы фотографию Джихану, Баран говорит, что мы это сделали, но он немного завидовал. Госпожа Азади зовет к себе Дилана и Гуля и говорит, у меня было много обетов, чтобы эти мрачные дни прошли, я хотела купить небольшой подарок для своих невест. Коробей дарит невестам серьги в шкатулке, называя их маленьким сувениром от меня. Когда Баран и Феррат говорят, мы завидуем, но сейчас, госпожа Азади говорит, чтобы я не делала со своими невестками, я так их мучила, но они никогда не скомпрометировали свою светлость, чтобы я не делала. Можно получить за них слишком мало. Когда Дилан говорит, большое спасибо, близость и доброта, которую вы нам проявили, очень ценный, Гуль соглашается с ним. Когда все расходятся по своим комнатам, чтобы лечь спать, Баран и Дилан подходят к кровати Мирана, наблюдают за ним во сне и любят его. Когда Дилан говорит, я так устал, пойдем с нами спать, Баран берет его на руки, и когда он внезапно спрашивает Дилана, что ты делаешь, Баран говорит, что транспорт Коробея к вашим услугам. Он несет его в комнату и возвращается с Диланом на руках. Он говорит Дилану, что я сделаю все, чтобы ты мог так смеяться. В то время как Дилан будет Барана и в панике готовит особняк к свадьбе, Дилан злится, когда Баран говорит, что ему также хочется полениться. Когда Баран говорит, что не для тебя, не для меня нет работы, я договорился с компанией и организатором, они придут со своей одеждой и ты сможешь выбирать из нее, Дилан злится и спрашивает, не называешь ли ты меня сейчас нерешительным. Когда Баран говорит, что просто хотел, чтобы у тебя был выбор, Дилан говорит, что ты все продумал, какой ты хороший человек, я тебя очень люблю. Когда адвокат исполняет желание Хасана, Хасан приходит в полный восторг. Пока все пытаются подготовить Ясмин, дядя Кенан и Джевдит готовы и ждут их. Пока Дилан пытается выбрать верх для Мирана, Баран держит Мирана у себя на коленях. Дюль и Феррак тоже готовятся. Пока Баран возится с Мираном, входит Дилан в красном платье. Баран буквально завораживает, когда я ее вижу, говорю, как ты можешь это делать. Она моя жена, которую я вижу каждый день. Потом я смотрю на нее, у меня перехватывает дыхание, каждый раз получаю удар в сердце, чем больше я в тебя влюбляюсь, тем дольше становится моя жизнь, говорит он, глядя с восхищением. После того, как Дилан говорит, какое совпадение, наши чувства взаимны, Баран берет Мирана на руки и говорит, подойди, мой лев, посмотри на красоту своей матери. Ясмин наконец-то готова, и когда она приезжает к родителям, происходят очень эмоциональные моменты. Ее отец завязывает Ясмин пояс и советует Ясмин, что мы сделали все, что могли, чтобы вы с мамой были счастливы. Перед дверью Харон и Джевдит танцуют под барабан. Когда Харон видит перед собой Ясмин, он снова влюбляется в нее. Его отец складывает обе руки вместе и говорит, будь счастлива навсегда, дочь моя. Когда Ясмин и Харон садятся в машину и отправляются в путь, Джевдит начинает садиться в свою машину. Люди в особняке приветствуют Ясмин и Харона у дверей. После приветствия у двери Дилан приветствует всех внутри. Бракосочетание происходит под свидетелями всех присутствующих. Когда Харон и Ясмин начинают танцевать свой первый танец, родители снимают их на видео. Пока Джевдит приглашает Севрия на танец, Дилан начинает танцевать с Мираном. Берон снимает их на видео, а затем присоединяется к ним, говоря, что не может без меня. Они делают много фотографий и увековечивают момент. Все пары встают танцевать и все очень счастливы. Затем все вместе танцуют халай под барабан. Когда Харон уезжает после свадьбы, они очень благодарят Барана, и когда Ясмин спрашивает, мы хотели бы принять вас в нашем доме после медового месяца, Дилан, конечно, отвечает. Дилан говорит Джевдету, Зюмруту и Сииту, очень сильно обнимите моего отца, я буду очень скучать по ним, я тоже буду скучать по вам, я скажу им не уходить, но я не хочу так говорить, и они обнять и попрощаться с Севрией. Когда Дилан отсылает их, он говорит Барану, я вообще не люблю прощания. В моем сердце живет страх, как будто я никогда их больше не увижу. Баран говорит, ты их увидишь, Дон. Не волнуйся, точка. Пока Баран ждет Дилана в саду, приходит Дилан, и баран приглашает его потанцевать. У них бывают романтические моменты наедине. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.